Сегодня поведу вас в одно из самых шикарных мест в Париже, в магазин Самаритет, в самом центре около Нового моста. Новый, это так парадоксально называется, самый старый мост Парижа, который соединяет оба берега с островом Сите. Около него построен этот магазин. Диво дивное, чудо чудное. Только что с ремонта, на ремонте был 16 лет, и построили просто, ну как построили, восстановили произведение искусства. Вот здесь раньше, в одном из закруглений этого Нового моста, сидел самый первый хозяин вот этого магазина и продавал зонтики. Такой у него был бутик на свежем воздухе. Был он сначала очень бедный человек, но мечтал, визуализировал, так сказать, как он здесь откроет шикарный новый универмаг прямо рядом с любимым мостом. Это у нас конец 19 века, эпоха вот этих больших универмагов, которые были изобретены именно в Париже, и которые привлекают сюда покупателей со всего мира. Это такие храмы эпохи потребления, которая тогда только начиналась, ну а в наше время на наших глазах постыдно и жалко заканчивать, к сожалению. Ну ладно, не будем о грустном. Значит, вышел с ремонта он пару лет назад с новым роскошным пятизвездочным отелем, который называется «Белая лошадь», и с полностью установленным историческим магазином. Принадлежит это все хозяйство группе «Элвэймаш», которая владеет большинством люксовых марок во Франции. Это Арно, самый богатый человек мира, если я правильно помню. И тут он развернулся, Арно. Ну, здесь, правда, было где развернуться. Посмотрите на этот роскошный архитектурный стиль магазина. Это у нас ар-деко, который... Извините, Арно. ...насвязать на русском стиль модерн. То есть вот такие вот извилистые, сложные линии, похожие на удар хлыста. Типичная черта стиля модерн. Архитектор Франц Журдан, который много всего в этом стиле в Париже построил. Плюс в 20-е годы это было дополнено следующим модным стилем – ар-деко. О, о, крыльчок тут у нас. Здесь вообще есть, естественно, все самые роскошные марки, но которые большей частью принадлежат этому саму ЛВМАЖ. Тут вам и Шанель, и Диор, и коньяк, и шампанка, и все, что хотите. Вот, но возвращаясь к ар-деко, его скорее надо смотреть снаружи, со стороны отеля. Это знаменитый, не менее знаменитый, чем Журдан, архитектор уже следующего модного стиля, нарисоваж. А мы с вами приехали в самый рай. Вот потолок. Смотрите, какая тут потрясающая совершенно. Крыша стеклянная. И декор типичный для эфи-стилистики. То есть золотые мозаики, фрески и сложные металлические конструкции. Очень декоративный. Прямо как в музее Арсе. Кто хорошо помнит музей Арсе, сразу, наверное, ему это напоминает его стены. Это этаж баров и ресторанов. И вот сидим мы тут в совершенно необыкновенном баре и пьем не менее необыкновенный коктейль. У меня называется Аперуль Вояж. Это шампанское с ликером и с цветами рябины. А вот рядом у меня коктейль Эльбрус. Там в нем цветочные мартини, настойные на кардамоне, с сиропом из копченого зеленого чая и прочие всякие невероятные штуки. Дальше вот тот красненький. Он тоже с чаем, только черным. И такой вот вокруг красивый золотой у нас бар с павлинами. Павлины, говоришь?